Неожиданный танцевальный флешмоб стал началом Дня Открытых Дверей Центра Молодежного Творчества. На праздник гостей приглашали Карлсон и Микки Маус. После записи в кружке воспитанники ЦМТ продемонстрировали новичкам на концерте, чему они научились. Удивляли не только песнями и танцами, но и фокусами. Затем каратисты отработали пару-тройку ударов на сцене. Народу было очень много. Зал во время концерта, который мы традиционно даем в День Открытых Дверей, был полный. И всех желающих уместить мы, к сожалению, не могли. Поэтому у нас работал экран, который показывал здесь, в холле, что происходит на концертной площадке. Люди могли смотреть еще, находясь вот в холле нашего центра. Развлекали пришедших и под открытым небом. Клуб Рицарей Альба Рутеня устроил показательные сражения. А участвовать в средневековых танцах смогли не только члены клуба, но и гости. Но если вы всерьез решили заняться народными танцами, вас ждут занятия в хореографических кружках. Почему ты решила заниматься именно в центре молодожного общества? Ну, как бы, тут мне очень нравится. Тут хороший преподаватель, мой любимый коллектив, в который я хожу. Ну, за меня занимаюсь уже тут пять лет, и мне это очень нравится. Почему ты решила заниматься в этой студии? Потому что мне очень хотелось танцевать и петь, а в школе, ну, меньше внимания уделяют. Для занятых 11-ти классников также найдутся кружки по вкусу. В Центре молодежного творчества уже много лет готовят старшеклассников к поступлению в ВУЗы. Поэтому тем, кто одновременно занимается и в других объединениях, бегать далеко не придется. А опытные педагоги, знающие и любящие свое дело, всегда готовы поделиться секретами своей профессии со всеми учениками. Чем отличаются Ваши трудовые будни от работы обычного педагога в школе? Ой, вы знаете, всем разнообразием. В первую очередь разнообразием, потому что, мне кажется, у педагога вообще образовательная школа, как-то все это монотонно, неинтересно. А здесь каждый день, каждый день все новое, все интересное, дети новые, программы разные, танцы, постановки, фестивали, поездки, концерты. День открытых дверей уже позади, но запись в кружке продолжается. Инструменты настроены, мечи накачаны, в кабинетах чистота и порядок. Брестский государственный областной центр молодежного творчества начинает новый учебный год со своими воспитанниками и педагогами. Артем Клунин, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.